Звучит грустно, когда команда Акса почему-то пикает. Там, кстати, Акса горелку куда-то полетела. Может быть, Ферзблат намечается. Ну, а может быть, размен рун. Максимально дефолтные 2-2. Ну, я думаю, по кэфам здесь Нигма должны быть фавориты. Вот я из того, что видел. Это тоже парадоксально немного. Ну, как вот Нигма фавориты, если у них статистика 3-2 в тронированной таблице, у Эксманас по 4-1, так Нигма еще и последний матч выиграла Тихвином. Ну, вот это именно по игрокам, видимо, по исполнению как-то БДБум считают. Про ДПС-3, друзья, тоже промокодик не забываем. На протяжении всего 2-го дивизиона можете пользоваться, удваивать свой первый депозит. Что у нас тут поначалу? Стоим пока без лишних проблем, да? А, ну, вот видишь, опять же, Сайленсер у нас накидывает уже МС. Да и Джаш плоховато. Саппорт и прям душ начинает с одной и со второй стороны. Угу. Ну, у меня есть ощущение, что Нигмы сейчас могут 3 линии выиграть, если что. Ну, ладно. Нет, 3 линии не получится, потому что пак плохо стоит в Панга 1-й лвла. Но вот Харда у них мега сильная, то есть Пугна, в моем понимании, плюс Акс, это мега кайф. Тут еще, кстати, Мирана, Аната без Липа, 2-го лвла нет. Похоже, это будет Ферст Блад для Юмы. Да, как я говорил, Сайды мега мощные. И вот, помнишь, я все время отмечал, вот Текис как будто нужен. Дело в том, что Текис против ТБ отличный герой. Он постоянно спаивает своими липучками, может перебить. А тут такого не возникло. Джаш гонится за Спартаном. Такое ощущение, что до конца, если собьет Фласку, это будет вообще Тиль. Да, Спартан остается без Регена толком. Джаш идет за ним уже под Т1 буквально. Бласт откадешился, Спартан. Тоже отдает свой килл. Эникма Галакси начинает с двух опен-фрагов за первые 2 минуты. Ну, замечательно. Замечательно. Слушай, стартанули. Это же, если честно, не то чтобы не ожидала этого, опять же, но... Интересно, как будут выкарабкиваться из этого всего Манаспа. В любом случае, надежда на Виша, если он как-то разгонит всю эту систему. Но Виш стоит так. Тут, на самом деле, сила вся будет, я думаю, с покупкой Блэдстоуна, с апом там четвертого левела. Там банально сажбакл один пак прилетает, он уже стоит без хп. Ну вот, это сейчас без Блэдстоуна, если что было, и без четвертого левела. Поэтому может он паку много трудностей доставить. Друзья, чтобы у вас трудностей не было с выбором вещей, прилетайте на сайт Нувстор. Там вы можете со скидкой 20% себе очень крутые шмотки прикупить и выглядеть как там Скринчоус, БЗЗ. И Селиса тоже ходит в них. Ну и я, естественно. Ой-ой-ой, ну ты прямо тут все секреты, все секреты рассказываешь. Там пользуетесь возможностью. Кто вам еще расскажет о таких секретах, правильно? Зар еле выжил, я так понимаю. Да, он там лип вкачал. Крип умер в момент, когда за ним бежали. И доли секунды отделила от смерти. А в миде, ну пак первой пачки постоял. Хорошо. Мне это радует от Мики. Удивляет, что он что-то сумел задонайить. Просто у пака, ну тычка такая. Посмотрите на Пангальера. Герой универсальный, еще и с топориком сюда, видишь, пришел. Вот это интересно. Потому что в последнее время... Ладно, а в последнее время чуть позже. Тут Юму загасили под Т1 каким-то чудом. Видимо, большая пачка на него шла. Скайларк настакал топоры. Траблейд умирает. Так еще и пачка крипов вражеская фидит у него под тавром. Это не есть хорошо. Как и есть, воруют все-таки баунти МС в боте. И потихоньку просаживается у нас Спарта. Но ему больновато, на самом деле, от горелки, от всего этого. 15 на 5, кстати, ТБ идет. В отличие от Урсевича 20 на 2. Там пачку, думаю, съедят еще дополнительно. А Пилос, Экси Пайв просто в страданиях и мучениях. Джаз, будет просолка ли? Будет ли просолочка? Чуть-чуть осталось. Не пойдут дайвить. Нет крипов. Еще один бласт и... Ай, хорошо. Я бы назвал это позором от пива. Куда он в эту пугну влетел? Я вообще не понял. Ну ладно, видимо, понимал, что без резов толком. И решил уже драться до конца. И потом с фулл ресурсами вернуться на линию. В миде баланс восстановлен. Панк постепенно начинает пака прогревать. Микки, как мы видим, вынужден порой за уронами баунти отходить, чтобы восстанавливать свои холстпоинты. Но есть ощущение, что панк мог чуть получше постоять. Вот из того опыта насмотренности, который я видел этого матча, по панка обычно получше пака стоит. Тут у нас была от пио попытка напасть в акса. Эмси грамотно раскайтил. Энчантра сделает стаки. Вернее, не энча, а пугно. И в дальнейшем, минуте там на десятый, акс вг придет, все это зафармит и может вывести себе довольно быстрый блинг. Грозию, да, прикупили мы на пангалере. Грано сапогом, Куроки страдает, но Куроки у нас бетусы в один. Должны забирать Скайларк, если топоры. Ай, не хватит немножко. Лип, еще тычка, и Куроки отправляются в таверну. Тоже неплохо для Монасова, как-то они начинают камбэкать, и у нас Скайларк уже с арканами отправляется в таверну. Ну как так, как так? Нужно стаки, на самом деле, для беста. Без стаков камбэка не будет. О, тут форма. Юма пинает Спартана. Мне кажется, он за это умереть, кстати, может, если открешится Старшторма второго левела. Но пока он просолил Спартана. Идет за Дезайром, а что по липам? Дезайр уходит все-таки. Но очень много сделал Траблейд. Он оформил соло-килл, стянул сапов на топ, и посмотрели, что Панга. А у Панга помощи нет, потому что саппорт страдали. Этого самого Траблейда Виша тоже забирают, это плюс активка для Мики. И это, кстати, очень приятно. Правда, там иллюзии, с ними особо не пойдешь, никого не убьешь. Но, тем не менее, очень круто вот этот игровой момент. Реализовали Нигмы Галакси и не рассчитали Эксмонаспа. Ты знаешь, они как бык на красную тряпку увидели этого Траблейда лоу-хп, побежали в него и вообще забили на мид, где Пангарьеру нужна была помощь, однозначно. Если помощь, друзья, по зародопутку, ресурсов на ставках нужна вам, обращайтесь к BootBoom, там имеется промокод DPC3, вводите в приложение, на сайте, и ваш депозит первый внезапно удваивается. Вот, кстати, Рюса же в Аксах хорошо и замечательно, в процессе-то она его съест, по идее. И все больше смысла приобретает твои слова по поводу Акса и в целом его дальнейшей реализации. Насчет ВГ, вот я, кстати, не уверен. Мне кажется, что... Ну, в Урусу просто Вангвард работает никак, абсолютно. ВГ прикольно, что ты быстрее с ним качаешься, ну, и кольцо Регена ты же покупаешь, надо куда-то реализовать. Акс такой герой, который Аура обычно не собирает. Ну и посмотри, что делает Декрип. Это, если что, Пугна, которая была взята в первой стадии, и она свою линию точно выиграла. Джаш самый богатый из саппортов. Так еще и продушка Папио постоянно взлетает. Кто тапает шестой левел, его просто гонит Джаш. Посмотри, он просто на Эндрайдж хочет развести. Какой же он жесткий. Акс тоже на месте. По Спартану горелка. Ласворд на эту Пугну, чтобы наконец-то угомонилась. Ну, когда-то надо будет поддушить. Акс 2800 по надворцу. Да, конечно, отстает от Биста. И Бист, если так и делал, это Дезайр вроде бы этим уже занимается. Какой умничка Джаш. Не на того нарвался. Виш разультился. Закинул. Закинул. Да, взял рун регенерацию и Чези дальше, но не в том направлении. Увы. Ну, Акс тем временем погиб из приятных новостей. Ну, Джаш, я говорю, гений. По нему с Вашбаком не попали. Он встал специально, чтобы закинул на КГ. А вот подходить сюда... Аааа! Ну, он знал, что не попадет, видимо, Панга. Что-то, видишь, немного под пеном сейчас находится. Пытается пугно выйти, но от такого Пангарьера уже никуда не ускакать. Тысяча преимуществ за Нигма Гэлакси, но отрезок неплохой для Монаспа. Два кила они находят и Панга, несмотря на то, что он в миде умер против Пака, на 200 голды того обгоняют. Что по стакам? Стаки делаются все замечательно. Слушай, но если Виш опять же будет так же продолжать ходить на сайды и по КТ-Ультимейте в принципе раскачивать, то все будет окей. Немножко спейса для Пио Сексифаев. Там появится у нас БФ, там уже пойдет попроще фармежка и камбэкнем. Джаш пару тычек от лапок получил и уже убежал. Не на того напал, Микки может пострадать. Два саппорта стоят у нас под пангалером стрела мимо, старт форса и что-что они добьют. Да, дремкоил поставили и здесь еще МС пришел. Дизайра выживает и Пак вынужден отойти. Наверное, на 10-е скоро появится, а Койла нет, кстати, в отличие от Виша, который свой ролл имеет. Рокки пришел на треугольник, там стаков не было. Очень странная игра пока, так с Манаспо, с точки зрения именно работы с треугольником. Но Виш все делает правильно, нападение на Куроки, еще одного саппа хочет он в миде приговорить. Кажется, получится это сделать. Главное, с вашбаком не промазать, но тут уже было сложно не попасть. Ну и у нас сейчас образуется момент, где Бист наконец-то начинает стакать себе иншей. Кабанчиком один спот, на треугольнике этим занят его тиммейт, я так понимаю. Ну и руну дабл дэмэджа тоже он себе забирает. По поводу акса, вот он купил себе ВГ, для меня мега непонятный айтем, в плане того, что ты Вангвард себе берешь, чтобы круто стоять линию. Но против Форсы такое ощущение, что ты стоять уже не можешь. И Пио его уже один раз наказал. Поэтому для меня ВГ мега странный артефакт. Как по мне, можно было оставлять просто коречко, идти качать вот эти стаки и просто купить себе блин к ней на 14, а на 12. Возможно. Возможно. На самом деле, почему бы и не пойти по такому пути. Энигма в смоке. Тут Пугна, кстати, мега большая, седьмого левела. И под какой-то Сайленс плюс Коэлпака она может Соло Вишу убить, если тот предварительно... А, не выходит в треугольник вообще, слушай. На того самого Биста, который качал там стаки. Вар в своевременно поставил Кура, он еще погиб за него, если вы помните минуту назад буквально. Биста прогнали, ну и скилла здесь можно найти только лишь Спартана. Приятно, что Юма нажимает под него мету. Можно и Товорок здесь снести, и подраться, если вдруг оппонента зачейзят. Прогнать Скайларка важно. И остались ли стаки слева? Вот это... Да, да, стаки там есть, кстати, Скайларк к нему не пускают. Ставится Дрим Коэл. Юма подходит сюда, но это все под Т2, не опасно ли? Летит Медведь, Панга в хорошей позиции, выдают Рор. Заберут они точно Юму. Можно проследовать за Микки, тот, кто летает на Орбе. Ну, Кроки подставится, вероятнее всего, уже летится Партан, да, и дамедж должно хватить. Отсюда ничего никуда не уйдет. А Микки там в бэкграунде веселится, развлекается и балуется на паке. Но пойманом так и не остается. Стрела пролетает мимо, зафармили крипа и полетели дальше. Тебе руна инвиза спасает жизнь все-таки Дезайру. И уже диффуза у Панга. Очень хороший тайминг, это 12 минута. Не знаю, он Саркан и Мюх купил или нет, но если Саркан будет сами, то вообще великолепно. Сейчас постепенно начинает пик Манасплы доходить до той стадии, где они становятся сильнее. Плюс от Траблейда, странная реализация меты была. Мне показалось, что они с пуша Т1 пойдут в треугольник. Они решили задавить Биста и килл-то, ну, не самый большой получили. Взамен ТБ умер, не качался там целую минуту, потом шел до леса, но в целом он и не вей быстрее, чем у Росевича сейчас скрипится, потому что у того нет БФа. Но вот когда Медведь купит БФ и мы увидим там Аганим, видимо, да, на Бисмастере, уже будет совершенно другая картина. Плюс Спартан напнул шестой. И с этим шестым под каждый глобал можно кого-то наказывать. А мэби даже без него. Просто Лосворд какой-то напакает, он умрет. Нападение у нас на Джаша, его нашли, спокойно заберут без особых проблем, прожимается у нас Монлайт на всякий случай и Дрим Койл ставится от Джаш, то живет, но не до конца. МС врывается, хороший Агар, и здесь Виш может пострадать, нет, вылетает из этого Вайта, но остается, уходит в таверну. Остальные ребята живут, но не до конца. Спартан страдает, Микки, думаю, добьет его, прилетает Скайларк, не познали, тут еще, еще Пиос, и Пайп, Рор тратится на пак, а хватит ли дэмэджа, хватает, да, Дизайр прожимает свою заветную кнопку и размен 2 в 2. Или нет, еще Эмирану подловили, Рор, есть, смотри, там Эмпетусы, и зарубил все-таки МС, по-моему, это первый стак брони, которую он получает, хороший замес, вот тут, блин, как-то, конечно, все порешал, сделанные стаки Джашем, своевременные, сейчас даруют победу в замесе, иначе был бы плохой трейд, все-таки Пак умер, Панга жив, надо понимать, что это не очень, Гуд не очень хорошо, ну, по итогу, Урса добрался ДБФ, да, вот сейчас ему полноценный артефакт летит, там есть стаки Эншентов, можно фармить, можно занимать вражескую территорию, в целом, под Биста это делается мега просто, у тебя есть саппорт в виде Мирана, круто ревили, так как у нее лип, она из-под любой атаки без Сайланса может уйти, ну, и дополнительно к этому птички Биста тебе все светят, собирают инфу, от Нигма Гэлакси выход на Виша, замечает его, агр нажимается, лайфдрейн, первого пока что левела, глобал, защитный от Эксмонаспа, и своего Виша они задефали. Да, будет выходить в аганим, у нас у Урсевича уже имеется БФ, нужен блинтагер для того, чтобы вырываться в замес быстро и эффективно, но при этом ТБ вырывается на первую строчку по надворцу, 7600 у него имеется. Слушай, ну на самом деле, если Акс будет вырываться так, как он вырывался в этом файте, это будет прям сочно. С учетом, знаешь, какой-то нашей недооценки вообще его роли в данном противостоянии, да, в данном стаке из 10 человек, это было круто. Не знаю, насколько ему повезет еще раз, но в любом случае выглядит пока что сочно. Ну там просто, видишь, Урса есть, и конкретно в Урсу ты ворваться не можешь на Аксе, потому что он под энрейджем выйдет моментально из агра, сам тебя может убить довольно легко за один стак урфавра в Мунлайте находит у нас энчантрас, быстренько с ней разделываются, комбинация через рор стрелу здесь была особо не нужна, но можно выйти на Рошана, и самое главное под птичкой видели ТП Атакса отмененное, поэтому бояться здесь вообще нечего, Нигмы Гэлакси без смока бегут в этом направлении, а там птица, там оп стоит на ХГ, как-то, ну идеально прыгнуть будет очень тяжело, и плюс они банально не успевают. Посмотрим, что там по ревилу, вроде как Сайлансер стоит впереди, это правильное решение от него, можно умереть, дать информацию тиммейтам, Рошана забирает все-таки Урсевич, тратится на него Койл, из-под Койла он вышел из-за инрейджа, Микки на месте, Ничант растепается сюда, и там по идее Мекка уже у Джаша, и все равно может быть неплохая драка от Нигмы Гэлакси, так как позиционно они в плюсе. Замедляют декри по Мурсу, не погибает, Акста жив, Пио замедляют, Сайланс наложили, напали, и уничтожили этого медведя, по итогу три килла суммарно делают Нигмы Гэлакси, после этого можно еще и на Тавр выйти. Хорошая драка, хороший файт, опять же, Нигма просто переезжает пока что в Монаспу, они пытаются как-то выйти из этого всего, но в любом случае Нигма сейчас играет гораздо круче. Молодцы. Хотя мне, знаешь, показалось в моменте, что вот, ну, банально идти на птицу, там, на варп, опасно, но при этом они знали, что там нет глобала, и Урас это небоспособен. То есть этот Аегис первый для медведя, он для чего нужен? Чтобы он нафармил быстрее блинк БКБ за пять минут, пока Аегис действует, и потом уже быстрее появился второй, Рошан Шардом, который дает поврап медведю сильный. Но пока он драться не готов, Раблейд в полной своей форме выходит и всех убивает, взять его тоже толком нечем. В принципе, Нигма молодцы, что чувствуют пик силы. И самое главное, они все делают без смоков. Смотри, опять выходят, а где птицы, где варды? Вообще ничего нету. Нажимается глобал, чтобы законтрить в раф от пака, и возможно, МС сейчас поплатит за такую наглость. Да, так и есть. Да, прожимает Мунлайт, чтобы выйти из файта, либо наступать уже вторым номером. Под планет, Скайварк с Аганимом, да, имеется, если что, Рора, но без Блинка. То есть, ворваться пока мы не можем. Смок прожали. Кстати, когда вот у Скайварка появится Блинк, будет уже попроще. Особенно ловить пак. Урза, есть Блинтаггер, Аэрбул, стрела мимо, и там Джаш на подселе ставит Варта, и летит дальше АМС, какой хороший Агар, тут еще и Рор в Пугну залетает, Пугна помирает, но и Урса просто отваливается от Куроки. Это пока размен 1-1, но пользу Нигмы. Коней не отпустит, так смотри, там рефлекшн есть. Очень сильное замедление, можно идти. Ну, Микки без Кайла, цеплять, куда на рефлекшн нечем было. Но все равно, молодцы, Нигма круто отвечают, и Урса, мне кажется, себя немного переоценивает моментами. Понятно, что покупая Блинк, тебе хочется идти в атаку и его как-то реализовать, иначе это деньги на ветер, так как Даггер, скорость фарма не ускоряет твоего. Но Нигма очень крутое противодействие этому находит, знаешь, они видят там Блинк Урсы, окей, мы в пятером, и все, но Медведя хватает сил, чтобы там убить хотя бы одного героя, это максимум. Так там еще эта мерзкая пугна, на которой, по идее, должен садиться Пангольер, но пока до этой пугны они добираются уж слишком поздно, когда Джаш там один Декрип кинул, Лайф Дрейн им кого-то похилил, Мекку нажал, в общем, надо чуть побыстрее по ней работать. Но Нигма, у них вот нет кулдаунов, помимо Дрим Койла, и под каждый Агр Акс они могут нападать, а вот он и врыв, правда, неудачный, не зацепили Пио, но anyway, прогнали Урсу с территории, Медведь не фармит, наш Траблэйт качается. Да, ты бэтл, практически всех съест. Не без этого. Кугната, посмотри, тоже богатая, 6300, недалеко так отстает от Акса, Джаш умеет подфармить бластами, барабаны есть уже у Кроки, тоже имеется плюсом, и выходит Юма в Скаде со Скаде можно как будто бы идти и заканчивать. Скаде бабочка вообще будет, ну, я билд подобряю максимально, Тагра по Миране всем временем, она на липах может и отойти, все-таки Пак находился далеко, Сайланса выдать не успел, правда, мана заканчивается, Дезайра очень неприятна, Крип Инчи бежит, зарорили Энчантрас, убили Кура, на размер, мне кажется, для Нигмы все равно кайф, так как, ну, она рейснется скоро, а Рора у оппонентов не будет еще минуту, и за эту минуту есть окно, правда, Манаспа не думает, что они слабее, Тавер в Миде Унигмы все еще стоит, под него они нажимают смог, тэпаются на топ-линию, видели где-то там Пака, попытаются его поймать, но я, честно говоря, не понимаю совсем как, только через Глобал Ласт Вор, как по мне, можно? Он на Вижене, Микки, нет, он под своим опсом, уходит, вот сейчас наткнется на Сайлансера, и тут вопрос, кто быстрее кнопки нажмет, если будет какой-то Глобал от Спартана, Ласт Вор и Курса, то тиммейты, скорее всего, успеют подойти, но Микки делает ТП, максимально правильное действие, идет в команде, и они там терзателей забирают. Ну, Дезайр тоже, на самом деле, скажем так, не бедный, выделила Джаша, но 6500 у Дезайра, у него имеется уже Пайпа, то есть, ничего себе, сейчас, условием того, что у нас, в принципе, мета богатых саппортов, это имеет место быть, да, урна, Пайпа, и все прекрасно, так, МС там, ворвался, не ворвался, хода крипов агрит, да, ну, Дрем Койл поставился, Глобал прожался, и Скайл Арк, есть, снова у нас Рор в пугну, хотят вырезать Джаша, потому что очень много может сделать, остается последняя тычка, Солу, Хай, добить, как-нибудь, или соживет, но не в этот раз, погибает Джаш, и летит Виш дальше, ультимативно нету, а пак может погибнуть, шифт все-таки, успевает прожать, и навряд ли там запаймят что-либо, увы, неуловимый пак, что поделать. Можно нам пака потом показать, там походу, раскачка его спасла все-таки, если я все правильно думаю, то по-моему, а, ну окей, у него просто оверлевел, просто знаешь, бывает такое, что ты быстро блинк покупаешь, и да, и шифт макси, чтобы блинкаться, но здесь у нее пятнадцатый, поэтому в любом случае, все вкачано на максимум. Хороший замес для Эксманаспа, они откомбечили около двух тысяч, так забрали и тавра героев, и Нигма Галакси, мне кажется, надо поумерить немного свой нрав, играть чуть менее активно, ну и паку задуматься насчет какого-то подсейва, глобал, не знаю, просто для меня, знаешь, есть такое ощущение, что глобал нажмут, пугно не сможет засейвить, и пака просто урса заберстит за два-три удара с варпавера, но, видимо, они этого вообще не боятся, он купил там себе Хайэсэндж по дефолту, хотя вот Юл, да, насколько кайфовый, ты глобал можешь какой-то снять, и ту же урсу поднять, вот, допустим, в этом моменте, подсетапить, мне кажется, шмотка прям, лучше не придумаешь, слушай, да ну, видишь, у нас последние разы с Кайлорок рор тратит пугну, потому что очень хочется ее выключить первой, для того, чтобы она не доставляла потом у проблемы для урсы, а киус из фаев, а куда? Соло так наперед, блинкаут, не надо блинкаут в таверну, немножко терпения, вдох-выдох, успокоились, вот, и да, рор в пака, два-три удара, и пака здесь нет, но в любом случае еще много целей, которые хочется зафокусить в первую очередь, а еще и грифсы ухудны, но тут точно так, на мастхэн, для все выдают в Адумирану, там и Агро, Койл, много спеллов тратит Нигмы Галакси, Рошан может появиться уже сейчас, таймер прокает довольно ранний, 40 секунд будет Рошан, и если Нигмы заберут Рошана, как по мне, это будет конечное, потому что у Урса есть, ну, ограниченное количество моментов, за которые надо цепляться, и вот второй Рошан, это самый главный объектив вообще по игре для медведя, появится он, получается, у нас в боте, и перейдет в топ, в топе стоит аунпост от Нигмы Галакси, соответственно, они могут байбакать, отсюда тэпаться, драку будет очень тяжело, в этом месте экс-манаспо выиграть, ну, банально, потому что Акс может два раза выкупиться, Пугна может два раза выкупиться, и этого уже хватит. Слушай, а знаешь, что такое самое забавное, наверное, да, вот у нас 24 минута, в принципе, еще 14-16, ни в ту, ни в ту сторону перевеса нет, но и по Галде у нас перевеса особо нет, одна тысяча у Нигмы, но это не такая, не такая критичная цифра, у нас, в принципе, эта тысяча роляет в целокупности там саппортов, там ТБ оторвался от Панга. Да, оторваться надо не так, оторваться надо кайфовать дома, смотря Доту и делая ставки с преимуществом, а это преимущество дает вам бутбум, как в приложении, как на сайте, промокодец DPC3, вводить, удваивать свой первый деп, ну и смотрите, самое главное вместе с нами, второй дивизион, рад, что сегодня у нас 5к зрителей плюс, агрополетел, глобал, стирают ПУ-65, опять чисто за один колл акса, отличная работа со стороны Нигма Гэлакси, медведя не будет целую минуту, можно за это время снести Т2 тавр, вроде как гриб всех крипов не добьет, да, Кату подсейвили, и вот после этого два варианта, вы либо идете в Талава выбивать байбэк курсы, либо зная, что его нет, пушить Т3, либо, мне кажется, более правильный варик это отойти на Рошанна. Ну, на самом деле, как вариант, но опять же, зайдут на Рошу, Панга вкатится будет неприятно, 16 секунд, у нас, для Пио он не добежит, да, по идее, должно забрать, опять же, Панга покатается, но они в обратную могут забрать больше героев из Монаспы и уже пойти спокойно, А, так, кстати, у меня в чате поправили, что со второго Рошана шару-то не падает, я что-то, просто всегда, знаете, у Росы был вот этот поверспайк на втором Рошане, сейчас-то его нет, причем, ну понятно, что там срок выпадает, совсем я подзабыл про это, начинает бить Нигма Галакси, тут очень важно раскайтить метод Траблейда, он уже форму свою нажал, если, ну, она закончится, то могут зайти смело Монаспы и Рошана убить очень быстро, сам ТБ драться будет не способен, но Нигма Галакси понимает, что у них отрезок маленький, когда они сильнее, мета будет действовать буквально еще секунд 20-30, нажимает смог, проходит бэклайн, видит Мирану, это очень приятный килл, если в нее быстро напасть, тут еще и Скайладок где-то поблизости, Юма просто отпушим возможно уже на победу, прыгнули в него, а там БКБ, нежданно-негаданно, Рор, успеть он не, не успевает нажать, вернее, а Эксманаспу бьют Рошана и ПИУ-65 максимально быстро с ним справляется, плюс эгида, плюс сыр, тиммейты тэпаются на бот, сам улетит на базу, или не улетит, или не улетит, медведя поймали, или нет, фууу, как же это было близко, там ПАК, блин, канулся, если что, и в одном дереве было от того, чтобы ПИУ-65 заметить, а ТП было в кулдауне, то есть медведь бы точно не ушел, но есть такое ощущение, что вот это последствия того, что они долго оставались на ХГ, если бы сразу отошли на Рошана, стой, ста убивали, но медведя нет 40 секунд, сами подумайте в чате, они бы успели забрать Рошана, в итоге похолодили, нажали мету, их раскайтили, и очень понравилось решение от Экс Манаспы не идти в драку, не ждать, пока у ТБ закончится мета, а просто раскайтить их, пойти убить самим, получилось, вообще без потерь практически, отдали только беста, но это того стоило. Да, как вариант, опять же, такой камбэк от Манаспы, и видишь, чем мне нравится, что одна, что вторая команда, ты никогда не знаешь, в какую сторону это все закончится, потому что в любой момент может произойти, все что угодно. И Смог прижимает Манаспа, готовы идти на поиски каких-либо загуленышей, Спартан ставит опс, и здесь все увидели в уроке, и все, на этом разошлись, да, Никма дальше не пойдут, Скайларк отправляет птицу, вот там, конечно, можно было подраться, попробуйте пакус ловить вместе с Пугной, и забрать двоих, но опасно из-за того, что Нигма зайдут с тыла, и на этом вся позиционка у нас порушилась. Что у ТБ? Мы как-то давненько его с тобой не обсуждали. Идея бабочка уже должна быть на месте, и после Баттерфляя я бы на его месте взял не Дейдалус, который он там себе запланировал, а купил бы нулик. Против Урса, кто не знает, это тир-один айтем вообще в целом. Да, вот бабочка есть, но вместо критов нулифайр, просто что он дает, кто не знает, он скидывает стаки варпавера для Урса, а Урса как делает? Он до начала файта варпавера нажимает, там, свои 6000 дал, шестичек, и опять второй спелл. Тут ты скидываешь, и внезапно у медведя там, ну, процентов на 30-40 срежает зайцу урон, а у тебя, ну, ДПС и нулифайр также добавляет. Вот, поэтому не знаю, как тут ТБ мыслит, но может думает, что пока Урса не опасен, так как у него нету МКБ, а у тебя бабочка появилась. Плюс ты в целом его обгоняешь там на 5000, нешуточные цифры, и похоже, что вот все преимущество Нигмы Галакси, которое мы видим на бумаге, оно в Траблейде скрыто. Слушай, ну, если ТБ дать бить, она спокойненько всех здесь перебьет, и на этом все закончится. Ну что ты думаешь, шансы у Экспонаспы прям усилились уверенно после Рошана или не особо? Слушай, не особо, мне кажется, ситуативно. Опять же, все зависит от того, как кто пайт построить. Вот МС уже напал на Урсу, и все, нет ни Аегиса, нет ничего. Ситуативно пошли в соло просто по Миду. Как бы, а что, что ты скажешь, да, поражмем онлайн, надо уходить. Попытается на Иул, стрела прилетела за тайм или глобал, и Пио врывается, а здесь БКБшечка, но и УМС БКБ, Скайларк бежит вперед, прожимает еще БКБ, пока не спасает, Пак погибает, и Виш покатился. Тут есть ТБ, ТБ можно сгрызть, но там прожимается Монтата, пора полетели, ИМС Агр прожалку, Рокки просто настреливает, как не в себя, и так же погибает Спартан, потому что отлетает от Юмы, и даблкил. И вот, казалось бы, да, а я УМС, Сантр прожимает Юма, здесь ИКУЗа, и Скайларка помогут, ли не хватит деммажа, по идее, хотя Дизайр до конца идет, барабаны все-таки зарабанят у Скайларка, и отбегают назад, Дизайр над Налипом все-таки выходить, Куроки до конца бежит, прожимает ТП, и не успевает ничего сделать, да и сбить было меч. Ну, Флай точно в плюс для Нигмы, несмотря на то, что по Галде, мы видим, там было 3К преимущество, стало 2, но они-то выбили Гиду, про это не стоит забывать, и Траблайт не умер, а Урасевич в Таверму отправился, это создает еще большую разницу, то есть там было 5000 перевес, уже 7 внезапно, за керри команды Нигма, Галакси, очень круто сыграл Джаш, мне кажется, в этом файте, там в паке напали через Глобал и Рор, он нажал Форстав, Грифсы, снял себе Глобал, дал Декрип, тоже не позволяя бить, но вот все равно пак, из-за того, что нет у него какой-то сейф шмотки определенный, он страдает, и надо понимать, что, ну вот где-то в Гиперлейте, да, если мы размышляем, если игра прям затягивается мега-мега влейт, там уже какой-то рефрейшер банальный, да, может появиться Лихекс в команде Монаспа, и под этот доп-контроль Микки будет в каждом файте фидеть, ну а Юма, как я говорил, он всех убьет, здесь пока так и получилось, нет МКБ у Урсы, надо побыстрее до этого артефакта добраться, без МКБ, ты Траблайды никогда не перебьешь жизни, но в любом случае, файты красивые, файты, ты знаешь, что со второй стороны они играют до конца, и это, это очень большой плюс, но мы обычно с тобой как, начинаем с такой, соусол на первой, да, вторая, шестьдесят, восемьдесят, третья, шестьдесят, восемьдесят, и все дела. Я думаю, тут игра будет длиться, возможно, поменьше, тут вопрос вот именно в файтах, до Рошана третьего, где Нигма в смоке, и по-моему, кто-то ошибается, напали там в беста, глобал, в защиту, ну видишь, тоже очень хорошо, вот так, почему против Сайленсера неплохой чар, ты постоянно нападаешь, то есть как бы это, глупо, может быть, не звучало, но я со многими аналитиками вот данный матчап обсуждал, ну вообще, любых вороваторов против Сайленсера, и если ты нападаешь первым, это круто, потому что ты развивал на глобал, глобала долго нет, а у Акса агр там кдш за пять секунд буквально, все, и это мега здорово, там, кстати, Урса скипнул МКБ, купил себе башер, и, видимо, задача его будет убить Акса, либо съесть пака в игре, либо напасть на пугну, что наиболее важно, потому что с ТБ он точно не справится, и в итоге вот эта бабочка Траблейда, она настолько сильно окупилась, он ее взял минут десять назад, и десять минут его уже просто невозможно убить, Да, нужно какой-то файт найти, но вот негма ждут в тройке, но, как мы знаем, семьдесят процентов файтов в тройке без вижена заканчиваются не в пользу того, кто туда заходит, но уже летит птица, Микки стоит, балуется опять же, потому что контроль на него есть, на самом-то деле, но его надо реализовать полностью, тысячи перевесно, игра практически в нуле по золоту, на тридцать пятой минуте, преимущественник мигмы Галакси кроется в Траблейде, если на него найти управу, то смогут они победить, но в гиперлейте, где у ТБ нету нулика, я даже не знаю, кто будет сильнее, честно, много и от сапов зависит, в том числе, вот Джаш, он делал много, делает, сейчас какую-то линку себе покупает против рора, можно будет вешать на пака, на себя, приятный довольно артефакт, но, как по мне, вот для негмы, прям мега, мега крутой арт, это лотус, ну камон, там глобал, там рор, там стрелами раны, по мне, купить лотус, здесь накидывать на пака, он будет практически неуязвим, но вот у пака другой, сейф арт появляется, это аюндиск, и прокает Рошан, максимально крутой для негмы Галакси, то есть он сейчас трестнется на топе, где у них позиционное преимущество, так еще и появится через 10 секунд, то есть по факту, просто могут не очухаться эксмонаспы, и не прочитать этот момент, им же надо линии отпушить, смог нажать, и сюда добежать, да, имеет место быть, потому что, на что у нас, бот по Т2 идет, да, мид тоже достаточно запушен, и топа ребята не отпускают, поэтому можно пойти на Рошу, и опять же, на байбеках, самое-то главное, прилететь обратно, а вот монаспа, не мог бы похвастаться, ни возвращением с баев, потому что далековато будет идти, и не тем, что они займут правильную, грамотную позицию, унигма уже стягивается, топ, с иллюзиями, борьба нереальнейшая, так, у них варды везде стоят, смотри, опс-1 на горке, возле терзателя, второй на речке, тюма бьет, максимально грамотное решение, сейчас не нажимать мету, как он сделал в тот раз по итогу, она просто закончилась своевременно, и Рошан падает, и тут вот наступает момент, который я обозначил ранее, ну нету информацию, экс-манаспа, они максимум могут птиц сюда запустить, но пока 2 разит, оппонента забирают Рошан, и вот, смотри, птичка прилетела, а все, уже поздно, это Аегис, это рефрешер, который отдают, кстати, интересно кому, как по мне, можно рефрешер даже аксу дать, в теории, чтобы он 2 кола дал, либо паку на 2 древкоилов, уже сильно, бойл кого-то был, прожали, прожали мунлайт, будут ждать Нигму, но Нигма просто переждет, и на этом все, а кто у нас там, Миран, да, загулял, ну ладно, Смеки все так же прилетаем, пачку забираем, улетаем, ничего нового, готовимся, но на ХГ будет полегче, мы о нас пидраться, на самом деле, но с другой стороны, что там, что там, опять же, прыгает акс, прыгает пак, ТБ стоит бьет, это на ТБ надо прыгнуть, и Скайларку, и Панга, и Урсе, но сожрать ТБ с Аегисом, как будто не хочется, как будто хочется просто эти 4 минуты отстояться, и все, да не получится по ощущениям, но если нападать, то в Пугну, Пугна слишком много делает своими декрипами, нулика у Экс Монаспа нет, глобал не в кулдауне, кстати, ну под глобал напасть на Пугну, убить ее, правда, видишь, тут фактор баев, и долгий кулдаун у Экс Монаспа, если они условно отдают Рор, БКБ Урсы, там плюс Рол Панга, в ближайшую минуту они вообще не боеспособны, ну а пока Нигма Галакси просто заходит на ХГ, Гриф здесь не является фанацеей, так как очень много иллюзий, и подходит пачка по Миду, поэтому Букдор не активируется после падения лейнинг крипов, там еще кого-то цепляет, факт, его, кстати, поймали на Юлу, возможно, это даже будет килл, тратится Айон, уходит на Орбе, все-таки факт, Виш покатался по всем, но не хватает хелпы, убивают Сайлансера, глобал свой он уже потратил, смысла в оккупации я не вижу, Виш ушел на безопасную дистанцию, там его тоже никто не поймает, но минус кнопки у экс-монаспа, и заходить на ХГ, Нигма Галакси становится еще проще, плюс мы с тобой не видели Акса, а он все время таким серым кардиналом здесь является, готовый прыгнуть вторым таймером, вторым темпом, так, с наготове, опять же, кнопки Манаспа потратили, у Нигмы еще все имеется, почему нет, выходить драться будет неприятно, на всякий пожарный, странно, что у них гемо нет, почему, не знаю, я вот всегда, ты вот когда в дотку играешь, ты видишь, прямо перевесив, ты гемчик покупаешь на сяпике, конечно, конечно, это же классика, в самом деле у нас, когда мы играем в пати, у нас есть один человечек, который отвечает, знаешь, за вот эту вот кнопку сирены гемо, то есть, мол, какого черта у саппортов нет сейчас гемо, мы такие, блин, блин, сейчас все исправим, да, поэтому это уже, знаешь, как рефлекс, ну мета открешилась, и можно повторить попытку с выходом на хг, мэйби уже по миду, не знаю, но вообще страна в топе, она многое дает, постоянно будет пушиться линия, мешать тебе, слушай, этого рошана мы тоже тут недавно с базы обсуждали, что когда расширили карту, настолько халявно можно его забирать, если у тебя есть там рош дэмэдж, и ты видишь оппонента в топе, допустим, рошан в фоте, все, ты моментально зашел, его выбил, раньше было гораздо проще к нему прибежать там с любой точке, хоть с базы там, хоть с треугольника, откуда угодно, слушай, ну по сути на самом деле, да, видишь, обновление, обновление не проходит бесследно, что-то где-то становится проще, что-то где-то становится не очень, кстати, дизайр у нас 16 тысяч на творца, перегоняет нас акса, соизмерительно, и мы нас познаешь таким дружным коллективом, 4 человека держатся в среде на творца, но это может не помочь, тб стоит, бьет бараки, у него 40 секунд, 45 до конца аегиса, либо под конец аеги нападать, либо отдавать в сторону, на сторону отдают, там уже в ожидании, бывает, есть шанс, круто подраться, если нигмы не отойдут, там видишь, аеги заканчивается, заканчивается мета, и юма может допустить ошибку, по ощущениям, без метаморфозы, нигмы галакси могут быть послабее, именно в этом, а, там репрешер, уууу, ладно, тогда все меняется, и пак может прыгать на самом деле, нажимать какие-то койлы сейчас, просто давать позицию для юмы, который ломает уже вторую т3 вышку, глобал, просто чтобы задефать, просто чтобы пак не нажал дрим койл, в очередной раз разводят нам очень важную клавишу, нигмы галакси, и отходят назад аккуратно, кто нажал рефрешера, я так и не понял, это видимо пак сделал, а, все, вот она мета вторая, да, все верно, все-таки юма нажал своевременно, метаморфоза, пытается его раскатить, покатили сюда, там койл по всем, но видишь, очень много ДПСа выдал, лоу хп юма, надо нажимать куда-то Сандр, Сандр не сам удачный, все равно на лоу хп, пытается подвыти, да, вот он Сандр, наконец-то нажимается, все-таки пью 65, раскатили медведя, убили Урсевича, и без своего керри, экс-монас подраться точно не способны, мета все еще есть у юмы, и нигмы галакси могут продолжать осаду, граунда, заходить, ломать вторую сторону, и вот третью спушить не получится, так как стоит Т2, может вообще в трон пойти, но байбэк у медведя нет, и они скоро это поймут. Ну смотря, сейчас посмотрим, кстати, на дисциплину нигмы, да, если пойдут в трон, то ничего не боятся, если пойдут в третью сторону, то здесь тренированно хотят победить, знаешь, без каких-либо оплошностей. И все-таки не пошли, пойдут перехватить авантпост на будущее, молодцы, это похвали. Да, ребята, красавцы, на самом деле, из нигмы галакси, чисто вот по тому, как они перемещаются, то есть они понимали, ага, у нас заканчивается егида, сейчас будет нападение, отошли, я подумал, что там ТБ нажал мету, был каст, вот он лапками там помахал, но он отменил, дал хороший по итогу свап холлс-поинтов, ну и Уруса в долгую драться сейчас не способен. Как мы видим, там он рейдж, БКБ, все это кайтится, порой все это вместе приходится нажимать. Ну и 10к за Дайр, пока минус две стороны, по макро у них перевес, нападают в Мирану, возможно за Сайланс они бы ее и убили, но тут Юл, который контрит все это дело, тратит Дрим Койл, там повис на себя, еще Али Барду, как же долго живет Дезайра, но помощи вообще не было, просто продают тиммейта, эксманаспа, понимая, что вписываться и лезть к врагам на хэгграунд не хочется. Да, я не знаю, на самом деле тяжело сейчас и то, чтобы осудить. А как монаспа сейчас выходить из этого всего? Смоук. Ну монаспа надо опять же напасть в пугну, но там просто у Юма же дабл дэмэдж, да? Нет, вроде закончился уже. Ну он и без этого ломает строение. На самом деле задача Нигмы просто идти до конца. Спушить два Барака, если даже они все умрут, их это устроит, но они играют на опережение. Фурстафы массовые, спасают ТБ из-под фокуса, Кроки тоже подвышал. Микки сел тем временем на Сайлансера, не дает ему нажать глобал, там не факт, что есть бай, Сайлансер нажимает все-таки глобальный Сайланс, но слишком поздно. Би уже без своего энрейджа, катится за паком, поймать Микки не получается. Гибнет Скайларк, огромные проблемы у Урсы, понимает, что надо идти до конца и попутно пишется гудгейм. Победа на первой мапе достается Нигмы Гэлксе. Все-таки Бутбум что-то знали, несмотря на худшее положение в турнированной таблице, выделяли их как фаворитами после драфтов. Ну и я тоже отметил, что драфт у них на такой. Победный.